Сегодня я буду обучать вас из Писания и вести в понимание того, кто есть Христос. Лука 2 глава. Мы будем вести вас в понимание глубоких вещей работы Христа, что Он сделал и что это значит для нас. Итак, Лука 2 глава. Младенец родился в Вифлееме, 12 стих. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Здесь мы видим библейское повествование о рождении Христа. Иисус, младенец, родившийся в Вифлееме, лежащий в пеленах в яслях. 13 стих. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное. Взывающее и славящее Бога. Слава Вышних Богу. И на земле мир и в людях благоволения. Нарисуем простую картину. Первое событие в нашей истории – рождение Христа. Второе Коринфянам 4, 18 говорит, «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Мы видим, как младенец рождается в Вифлееме, но мы также призваны смотреть на то, что невидимо. Ангелы явились и славили Бога. Мы говорили в рождественских проповедях, что произошло что-то большее, нежели рождение младенца в Вифлееме. Мы назвали это высшей историей. Что произошло в Вифлееме? Родился непростой младенец в Вифлееме. Родился Христос, Спаситель мира. Мы видим, как в течение его жизни люди общаются с ним, но не знают, кто он есть, и какова его цель. Особенно это явно в конце его жизни. Его расценивали как проблему для Израиля. На него думали, что он, сшедший с пути Равинь, лжеучитель и даже хуже, человек, находящийся под властью демонов. На него говорили, что он изгоняет демонов и исцеляет силу Ивея Эльзевула, князя Бесовского. Почему? Мы ограничены в понимании того или иного события. Если ты Христос, сойди с Креста, спаси себя самого. Тихо. Он зовет Илью. А как насчет разговора Христа с Пилатом? Пилат сказал, «Так ты царь?» И Иисус говорит, «Ты говоришь это. Если бы Мое царство было от этого мира, служители Мои сражались бы за Меня». После этого Пилат пытался освободить его. Пилат не знал, какой он царь. Он не мог понять и осознать, с кем он говорит. Это повторяется снова и снова в отношении нашей веры. Давайте посмотрим на эту картину. Вот мы и собрание святых в церкви. Люди проезжают мимо по дороге, смотрят на нашу стоянку, на Крест на нашем здании. Они видят только это. Знают ли они, кто мы? Знаем ли мы, кто мы? Это хороший вопрос. Колоссянам, 3 глава. Мы с вами пройдем через эту тему, будем ободрены и укреплены в нашей вере. Колоссянам, 3 глава, 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, если вы воскресли со Христом, что? Если ты воскресли со Христом, я? А я воскресли со Христом? Когда Иисус умер на кресте, что произошло? Человек умер на кресте. Справа и слева от него висели разбойники. Один из них сказал, «Господи, вспомни обо мне в Твоем Царстве», на что Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». На кресте произошло нечто большее, чем пролитая кровь человека, чем последнее дыхание человека. Это очень важно для нас, потому что мы люди, которым дано понимание превосходящие видимые события. Первая Коринфянам, 2 глава. Да, следуйте, пожалуйста, со мною. Вторая глава, 12 стих. «Но мы приняли не Духа мира этого». Что это означает? Дух этого мира. Мы приняли не Духа этого мира. Этот Дух понимает только то, что происходит в мире. В мире мы не сможем увидеть и понять, кто есть Бог. Мир находится в полном противоречии Богу. Христос пришел в мир, и мир не принял Его. Почему? Потому что в мире совсем другой Дух, и Он не от Бога. Этот Дух ограничен нами, нашим грехом, проклятием, пришедшим на человека, нашим неверием, слепотой и обманутым сердцем. Мы не можем видеть дальше своего носа. Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога. Что это? Мы приняли Духа от Бога. Святого Духа. Христос сказал на последней вечере, «Я иду, и уже не увидите Меня, но потом снова увидите Меня». Это Он говорил о Своем явлении после Своего воскресения. Возможно, Он говорил о нас, и как мы видим Его сегодня. Мы также видим Христа. Мы не видим Его в человеческом теле, но мы видим Его как распятого за нас и воскресшего. Когда мы смотрим на крест, то наше понимание креста идет намного дальше нашего видения, дальше Пилата, дальше фарисеев, разбойника, который не поверил. Наше понимание идет дальше природы, дальше человека, дальше нас самих, потому что у нас есть Дух Божий, который наставляет нас на всякую истину. Я на 16-13. Иисус сказал, «Я пошлю вам другого утешителя». Слово «другое» означает точно такое. Вы выпили бутылку Кока-Колы и говорите официанту, «Дайте еще другую бутылку». Он спрашивает, «Другую бутылку сока, воды, молока или еще одну бутылку Кока-Колы?» Есть греческое слово, которое показывает, что вы имеете в виду. «Я хочу такую же бутылку с тем же содержимым». Есть также слово, которое говорит о другом по качеству содержания, но Иисус использовал другое слово. «Я пошлю вам другого, такого же, как я». Это говорил Он о Святом Духе. Дух Святой такой же, как Он, но Он другой. Отец послал Своего Сына, и Сын завершил Свою работу и назовем ее «высшей работой Христа». Многие не видят ее, но о ней говорит Писание, и она явлена нам Святым Духом. 12 стих. «Но мы приняли не Духа мира этого, от Духа, от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Дарованное, данное даром. Вы заслужили? Это? Нет. Вот другая картина. Вот человек, у него есть дефицит в его моральной природе. Ему не достает что-то, потому что есть грех, есть вина. Ему всегда кажется, что он делает достаточно, что он делает недостаточно. Он недостаточно молиться, недостаточно изучает, недостаточно послушан. Он не такой хороший, как другие люди. У него дефицит. Дух Божий не показывает нам наш дефицит. Он показывает нам, дарованное нам от Бога. Христос разобрался с нашим дефицитом на кресте, чтобы вы не платили ничего, но просто обучались тому, что даровано нам от Бога Духом Святым. Вы никогда не платите за это. Вы не живете в чувстве вины, дефиците, но живете в духе любви, любви, благодати, свободы и радости. Псалом 15, восьмой стих, всегда ведь видел я перед собою Господа, ибо Он одеснил меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, «Ибо ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому твоему увидеть тление». Это сказано о Мессии. Он был погребен и воскрес на третий день. Его плоть не увидела разложения, не увидела тления. Это наш Мессия, который умер и воскрес для нас. Да, Он наш Мессия и воскрес для нас. 1 Коринфянам 2, 12 «Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, дабы знать, чтобы мы знали по-настоящему, что даровано нам от Бога». Еще одна картина. Люди нуждаются в этом. Есть плохая новость. Плохая новость. Возможно, ваши возмущения оправданы. Кто-то нехорошо обошелся с вами. Вы разочаровались в плане своей жизни, в своих амбициях. Вы встретились с несчастьем, вас ограбили подчистую. Вы живете в ужасной среде. Все эти вещи могут быть очень даже реальными и оправдывать ваше возмущение. Но неважно, оправдывает эти вещи ваше возмущение или нет, ваше возмущение разрушительное для вашей внутренней жизни. Это яд. Существует возможность того, что возмущение не оправдано, потому что оно коренится в моем суперчувствительном эго. Это эго переполнено самосожалением. Люди наполненные жалостью к самим себе определяют. Только тогда все хорошо. тогда им нечего возмущаться. Это хороший совет для тех, которые получают плохие новости и возмущены этим. Что произошло с ними? Это может быть семья, работа, супруги, больной, ребенок, разбитое сердце и люди возмущены. Не делайте так, говорят психологи. Не делайте так, не живите в возмущении. это ли ответ на мою проблему? Это ли ответ на мою проблему? Писание ответ на все проблемы. Есть реальность, которая идет намного выше моей проблемы или плохой новости. Для этого Иисус был на кресте. Крест есть ключ к пониманию того, кто я и что есть и у меня. Послушайте это заявление. Помните, что никто не обошелся с вами хуже, чем вы обошлись с Богом. Как мы обошлись с Богом? Он был вам не нужен? Вы ушли от Него? Нет. Мы избили Его, мы плевали на Него, мы распяли Его, мы проклинали Его и смеялись над Ним. У Иисуса было больше всего повода быть возмущенным. Что же Он сделал? Жил в возмущении и горечи? Он мог стать самым возмущенным человеком во вселенной. Я создал мир, но они отвергли меня. Я есть им путь истины и жизнь, но они не приняли меня. Я есть жизнь, но они выбрали смерть. Прокляну их. Я пришел в мир, они взяли и прибили меня к Христу. Прокляну их. Прокляну их. Нет. Мы находим что-то невероятное, большой картине. Мы видим невидимое. Мы видим Бога. Бог не человек. У Него не такое ум. Мои мысли не ваши мысли. Пути мои не ваши пути. Мы закрылись в своем гневе, в возмущении, в своем маленьком мерке, в своем уме. Слушайте, если вы воскресли со мной, ищите этих вещей. Ищите вышних, горных вещей. Бог не возмущен в отношении к нам. Он прощает нас. Сколько прощения есть в вашем сердце? Если в вашем сердце нет прощения, вы будете страдать. Если вы не можете обходиться с определенными вещами, как Бог обходится с ними, вы будете жить в своем маленьком мерке. Вы будете целыми днями говорить о плохой новости, не имея возможности освободиться от нее. Я хочу сказать сегодня вам очень отчетливо, что есть мир, который намного больше нас, нашего греха и нашей слепоты. Колоссянам 3 глава 1 стих и далее мы перейдем с вами в послание к евреям 9 главу. у нас достаточно времени, чтобы представить это в ясном свете. Итак, если вы воскресли со Христом, что? если я воскрес со Христом. Я не думаю, что воскрес со Христом. Мне нужно на работу завтра утром. Я воскрес со Христом. Я не знаю, о чем вы говорите. хорошо. Вы идете на работу. Это все, что вы можете видеть. Вы не можете видеть дальше. Это так нормально и естественно для людей видеть только это и не видеть вышних вещей. Уникальность нашей Библии в том, что Дух Божий показывает нам и являет нам реальность Бога. Если вы воскресли со Христом, а мы воскресли, мы воскресли со Христом, то ищите горни вам, где Христос сидит, адесную Бога. Я думаю, что многие верующие читают это. Ой, замечательные слова. Я повешу эти слова себе на стену, на автомобиль. Я выучу эти слова наизусть. Аминь. Я согласен со всем этим. Вы представляете, что будет, если я по-настоящему поверю в это? Если этот стих войдет в мою душу, тогда в моем сердце я скажу, да, я ищу тех вещей, которые находятся выше всех коробочек, в которых сидят люди. Я вижу не только церковь, собрание святых, но кто мы во Христе. Вы знаете это? Вы поняли это? Вы понимаете, что мы тело Христа? Наша сестра Ларида недавно пошла к Господу. Она была с нами последние несколько лет. это невероятный дух, замечательное сердце, доверяющее Богу. Она была замечательная верующая для нас. Я так рад быть с такими людьми, они видят дальше, чем они сами. Чем Чарльз так же они дальше смотрят Духом Святым. Это исполненные Духом верующих, которые обучены Духом Божьим. Бог направляет кротких правде и научает кротких путям Своим. Псалом 24 9. Бог поведет нас. Он гордым противится. Я вижу гордость в своем сердце и обнаруживаю, что я нахожусь в своем маленьком мирке. Я слышу плохую новость. И какая моя реакция? Я слышу плохую новость. Я говорю «Почему?» Это мысль. «Почему?» Так мы говорим. Почему так произошло со мной? Это мысль. Вы видите только события, но за этим событием стоит мысль. «Почему?» Какой ответ на «Почему?» Что думает Бог? Я хочу знать, что в уме Бога. Я попал в аварию и сразу же говорю «Почему?» А что Бог думает по этому поводу? Люди живут, видя только происшествия и страдают, потому что у них нет мысли от Бога. Когда у вас есть мысль от Бога, вы переносите страдания лучше. Мы страдаем, но страдаем, видя невидимые вещи. У нас есть боль, но это боль в контексте Божьего ума и его мыслей. Хм, замечательно. Вау! Если вы воскресли с ним, ищите его ума, ищите его, ищите его природы. Когда у меня травма и останавливается машина скорой помощи, я сажусь в нее. Если моя мама останавливается возле меня и говорит, садись, я еду с моей мамой, я не знаю, куда мы едем, но моя мама в машине. То же самое в отношении Бога. Бог сотворил этот мир, который мы видим. Затем Он говорит, не смотри на видимое, а смотри на невидимое. Как я могу видеть невидимые вещи? Как? Мы живем по вере в Божьем уме. По вере в Божьем уме. Божий ум это Библия. Иисус, а есть небеса? Иисус отвечает, открой книгу Откровения 21.4. Там нет смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. Уже не будет. Какие у Тебя еще есть вопросы? Господи, почему страдания в моей жизни? Он отвечает, от скорби происходит терпение. Вы говорите, мне не нужно терпение. Это твой выбор, говорит Господь. Если ты хочешь жить в возмущении в твоем маленьком мерке, ты можешь. Но может быть однажды ты захочешь выйти оттуда, потому что беззаконникам нет мира, говорит Господь. Они как возмущающееся море, которое поднимает ил и грязь со дна. У меня есть нечестивое сердце, сердце неверное, сердце разгневанное, сердце горечи, оставьте меня. Все, что останется у меня, это мое эго. Иисус говорит, обучись от меня. Я не хочу обучаться от тебя. Тогда это твой выбор. Я отдал тебе свободную волю. Позволь мне сказать тебе, что если ты взыщешь меня, ты найдешь меня. Когда попросишь, тебе будет дано. когда постучишь, я открою тебя. Я не нахожу удовольствие в людях, которые не живут по вере. Без веры угодить мне невозможно. Евреям 11.6. Вера это уверенность в невидимом. Давайте посмотрим еще на одну картину. Вот есть человек. Есть действие человека это есть время и пространство. Что больше всего этого? Мысль. Мысль больше всего. Мысль больше времени и пространства. Мысль больше, чем ваш опыт и события. Мысль больше, чем вы и я. какое имя у мысли в Библии? Само имя Иисуса Христа. Логос. В начале было Логос, Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. Логос стало плотью и обитало среди нас. Где же нам жить теперь? в Логос, в уме Христа. Мы сами не можем этого сделать, но через Духа Божьего можем. Лука 24, глава 29, стих. Господь говорит ученикам до того, как вознестись на небеса. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше». «Ждите в Иерусалиме». Иисус вознесся на небеса через сорок дней после своего воскресения. Перед этим Он сказал, «Ждите, когда Я пошлю обетование Отца Моего на вас». оно придет на вас. В книге Деяния 2,2,2,2,2 стих, «И внезапно сделался шум с неба, как бы отнесущегося сильного ветра, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них. И исполнились все, Духа Святого и начали говорить на иных языках. Дух Господень взял власть над их устами, так что они говорили на других языках, которые никогда не изучали. Они говорили послание Евангелия». Что это значит? Откроем с вами евреям 9 главу. Крест это больше, чем мы можем увидеть. Это был Сам Бог на кресте как человек. Мы говорим, разве Бог не повсюду, но мы видим Иисуса в Иерусалиме, висящего на кресте. Мы говорим, разве Бог не знает все, но мы видим, как Иисус говорит, «Только отец знает мое время моего возвращения на землю». В чем же здесь смысл? Он ограничил самого себя, он стал смиренным человеком. Альберт Эйнштейн играет в песочнице с трехлетним ребенком. Бог стал человеком, что и обитал среди нас. Он показал нам свое смирение. Бог преклоняется, чтобы презирать на землю и на небо, на небо и на землю. Псалом 112, 6. Это смирение. Он говорит с людьми, как мы, слепыми, глупыми, пустыми, эгоистичными и грешными. Он не только говорит с нами. Нет, Он пришел сюда и обитал среди нас. Это смирение. Мы ни во что ставили его, плевали на него, возненавидели его, смеялись над ним, ударяли его в лицо и говорили, «А, прореки, пророк, кто ударил тебя? Ха-ха-ха!» Бог не возмущался. Бог есть любовь. Очень сложно для Бога смотреть на нас и не сжалиться. Псалом 102, 13. «Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его». Мы слепые, мы не знаем и не понимаем. Бог сострадает нам. Он милует нас, Он не заботится о нас, долго терпит нас. Он говорит, «Прости им, ибо не ведает, что делают. Грядет день, когда не будет больше милости, и будет суд. Будет суд великого белого престола». Откровение 20, глава 11, стих. «Будет день, когда все верующие встанут перед Богом на судилище Христовом, на суде Бема». Там мы и не будем осуждены, потому что Христос был осужден за нас. Когда Иисус был воскрешен, мы были воскрешены с Ним. Мы были воскрешены совершенными, освященными и отделенными. Сейчас наша привилегия знать Его. Евреям 9, глава 11, стих. «Но Христос первосвященник будущих благ». Что это значит? Христос первосвященник будущих благ. В Ветхом Залите есть первосвященник Аарон. Он снимал свои одежды, облекался в святые одежды первосвященника и служил. Он приносил кровь, крапил ею, возносил курение. Он совершал это служение скинии земной. Скиния имела определенные размеры. Она устанавливалась и снималась с места. Был день искупления у евреев, самый великий праздник в иудейском календаре. В этот день первосвященник входил во святое святых один раз в год. Он не мог входить во святое святых во все дни года, только в один. Во святом святых нет света, там темно. Бог сказал, что будет обидать во мгле. Мы говорим с вами о мире Божьем, о котором мы знаем так мало. Там великолепный и великий Бог. Наш мир такой маленький и такой тесный. Он как собака на поводке. Человек живет очень ограниченно, когда у него нет веры. Когда мы живем по вере, мы идем от веры в веру. Мы живем словами Писания. Эти слова очень важны. Они слова жизни. Иоанна 6,63 слова, которые говорю я вам суть духа и жизнь. Я проповедовал в Финляндии и у одной женщины была опухоль на груди. Она сидела и слушала слово. Вдруг тело вдруг через тело прошло тепло. И она сказала после собрания она вошла в дамскую комнату осмотреть себя и увидела, что опухоль исчезла. Она сказала мне, когда я слушала слово, Бог исцелил меня. Я почувствовала это. Мы не молились лично за нее. Мы проповедовали слово. А слово есть жизнь. Оно говорит нашему духу. Это не поверхностные, но духовные вещи, глубокие вещи реальности Бога здесь среди вас. Мы в Нем. Мы воскрешены с Ним. А если мы воскресли с Ним, а мы воскресли, тогда мы ищем того, что выше того, что мы видим. Что вы желаете? Закона? Добром на добро? В глаз соглас? Зуб за зуб? Или вы желаете что-то большего? Ты ранил меня, я отвечу тебе тем же. Ты не разговариваешь со мной, и я не буду разговаривать с тобой. Ты смешон, и я не пойду с тобой. Все эти мысли такие низменные и детские. Они как раковая опухоль, как яд. Новое рождение говорит, что мы были воскрешены со Христом. Когда умер Христос, то произошло гораздо большее событие, нежели мы видим. Я умер с Ним. посмотрите на вашу руку. Там след от гвоздя. Видите, я не вижу. Погодите-ка, я вижу. Я сораспят со Христом по Слову Божьему. Я сораспят с Христом. Теперь не я живу, но живет во мне Христос. Чем я хочу жить? Видимым или невидимым? В каком мире я хочу жить? В видимом или невидимом? Я вижу невидимое и размышляю теперь с Богом. Мы думаем с Богом. Бог говорит, ты умер со мной. Да, Господи. Кто тебе сказал это? Твой Святой Дух сказал мне это. Аминь, говорит Господь. Это правда. так написано. Моя реальность намного больше твоей реальности. Мы не отвергаем реальность видимого мира, но мы принимаем неопровержимую реальность Божьего мира. Этот мир жесток, но в этом мире есть великая благодать. Этот мир сложен, но Христос говорит, это Я сказал вам, чтобы вы имели во Мне покой. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир. Христос первосвященник будущих благ. 11 стих «Но Христос первосвященник будущих благ». Что это? Грядущее царство, грядущее служение Христа через народы. В Филиппинцам 3 глава 21 стих «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его». А как насчет этого? «Наши грехи прощены и омыты». Еще «Мы не умрем». Иоанна 8 51 «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иоанна 5 24 «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евреям 9 11 «Придя с большую и совершеннейшую скинье». А это что? Большая и совершеннейшая скинье. Вот скинье Моисея в пустыне, А вот большая и совершеннейшая скинье Иисуса Христа, нерукотворенная. Не люди построили эту скинье, но Бог. Мы пойдем туда? Нет. Мы уже там сейчас, когда живем в наших смертных телах. Вы можете сказать, «Пастор, каким Богом это касается меня». Мы говорим, «Еще как». Мы новое творение, мы сотворены по его образу, у нас есть новый дух и новое сердце, у нас есть жизнь веры, которая больше нашей старой жизни, жизни греха и проклятия. Мы знаем, куда мы идем, мы знаем, что мы часть чего-то великого, чем мы сами. Одиннадцатый стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинье, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не скроме козлов и тельцов, но со своей кровью. Однажды вошел в освятилище». Помните, мы говорили, что первосвященник Аарон мог войти во святое святых только один раз в год. Что случилось с Аароном? Он умер, и его сын стал на его место. Что случилось с его сыном? Он умер, а его сын? Он умер, а его сын? Он умер, а его сын? Он умер, и так далее. Все священники умирали, но не наш первосвященник. Он живет вечно. Он служит в скине нерукотворенной и будет служить там вечно. Христос не перестанет служить. Христос не перестанет быть с первосвященником за нас. Христос не перестанет молиться и заботиться о нас. Христос не перестанет умывать наши ноги как служитель. Он не перестанет прощать, любить, говорить с нами через свое вечное слово. Его слово. Небо и земля придут, но слова Иисуса Христа не придут. Небо и земля придут, Христос не придет, Его цель не придет, Его Отец не придет, Его Царство не придет. Это высшая история с высшим значением, высшая личность и высшая цель. Христос умер. Христос умер и воскрес. Я встретил человека в Будапеште много лет назад. Мы благовествовали на улицах Будапеста. Этот человек был из Голландии. Мы встретились глазами. Я подошел к нему и сказал, «Я хочу рассказать вам о Христе». Он остановился и слушал очень внимательно. он сказал, «Я вышел из тюрьмы недавно». Я спросил, «За что вы были в тюрьме?» «Я убил человека». «Как долго вы были в тюрьме?» «Три года». «Что произошло?» Он рассказал, «Однажды я был в баре, затем я вышел на улицу, один человек напал на меня, у него был нож, мы дрались, и я убил его его собственным ножом. Меня арестовали, и я попал в тюрьму». Он продолжал, «Я вижу кровь на моих руках каждый день». Я спросил, «Это мучает вас?» «Да, я не могу избавиться от этого, я переживаю этот момент каждый день». И я вижу этот человек в нашей картине. Я знал, что он ожидал услышать что-то от меня, и я думал, как послужить ему. Я сказал, «Знаешь, есть три человека, которые написали больше всех в Библии. Они сделали то же самое, они убили кого-то». Он спросил, кто они? Моисей убил египтянина и скрыл его в песке. Он убежал из Египта, но Бог послал его обратно. Он написал пять книг Моисея. Второй человек, Давид, он убил своего друга из-за прелюбодеяния, чтобы замести следы. Он написал более половины псалмов и был великим царем. Третий был Павел. Он гнал верующих и присутствовал, когда побивали камнями Стефана. Бог использовал Павла, чтобы он написал тринадцать посланий. Бог больше твоего греха. Бог взял на себя твой грех. Доверься Богу, отдай свое сердце Христу, поверь в Него, и Он освободит тебя. Мы говорим с людьми, мы понимаем их, мы показываем им, где они живут, но наше послание, наша жизнь свидетельствует, что есть что-то большее, что-то, что больше закона, больше огорченного человека, больше всех ситуаций в мире. Есть борьба, нет вопросов по этому поводу, но послушайте, если вы воскресли с Ним, ищите горнего, если мы воскресли с Ним, то мы ищем мысли и реальность Бога, Святой Дух желает показать нам невидимые вещи, приготовить нас к грядущему царству, приготовить нас, чтобы жить в этом сумасшедшем мире. В этом мире люди живут в дефиците. Что недостает человеку? Иисус говорит, «Ищите горнего, Дух Святой дарует вам все». Аминь. Помолитесь со мной. Бог говорил с вашим сердцем сегодня, станьте верующим во Христа. «Ищите послание от Бога». Вы слышали сегодня послание от Бога, и мы говорим вам сегодня, «Придите к Нему сейчас по вере». Вы говорите, «Я недостаточно хорош». Мы говорим, «Вы никогда не будете достаточно хороши». Придите сегодня по вере, как есть. Вы говорите, «Я не знаю многого». Мы говорим, «Вы можете обучиться, но начните с веры в Иисуса». Он обучит вас, и вы узнаете больше. Вы говорите, «Я так виноват». Мы говорим, «Вы тот, для которого пришел Христос, Он пришел найти вас». Скажите в своем сердце, «Иисус, спаси меня, я верю в тебя». Аминь.